всем привет сегодня хочу показать окно в своей спальне сделать на него обзор вот настала осень включила освещение на нем так она выглядит издалека вот тут у меня стоит флорари в уголке на тумбочке вот и вот такое окно сейчас подойдем поближе просматриваем растения смотрите тут у меня несколько открытий сразу в этом небольшом месяце получилось выросла у меня в хлорофитуме аморфа ус коньяк вот была у меня коллекция морфа усов но я их все продал и тем не менее вот все равно у меня выскочил где-то клубенек был и вот вырос аморфа фаус прекрасно графитум не важнецко конечно выглядит так неряшливо вот но тем не менее все равно симпатичное растение очень такой пушистенько мне она нравится и она у меня пускала пару раз усы но я вот это все решил обрывать не стал оставлять так здесь у меня две колоты вот такая вот медальон по моему называется данная к пушистый хороший надо кстати душу строить и вообще сделать показать обзорчик на свои марантовые сделаю обязательно так здесь у меня кого-то и дотти это кого-то и который я привез кстати из таиланда вот она 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 у меня все скинул листья это все 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 домашние очень такой пушистые растения и кто не видел как цветут колотей пожалуйста посмотрите вот такие вот у них цветы над початочек и вот такие вот розовенькие цветочки да это уже не первый кстати початок думал все снять вам показать вот он надо его срезать так это тетрасперма по моему монстера тетрасперма в общем вот такая вот похожие на монстеру растения до монстера минимум по моему еще вот у меня тут подписано а тут рафидафора тетрасперма тоже растения несколько названий в общем мне в горшке несколько растений посажена такая высокая опора и у нее вот листья как у монстеры только меньшего размера если для кого-то монстера деликатесная очень крупное растение вот присмотритесь как альтернатива но вьющиеся растения ему нужны опоры куда-то чего-то там направлять вот вот это все ему нужно сделать будет здесь у меня стоит огромный замиокулькас надо тоже его помыть ну когда буду окно мыть ебу про мою за одно и растение он просто огромный я знаю что есть еще крупнее но зимой у меня это растение стоял вообще в тени фактически но тем не менее несколько вот листьев таких выпустила этим летом она у меня тоже росло вообще у него сезон роста приходится на зиму но она у меня летом тоже росло видимо от того что зимой я ему не давал света он решил нагнать летом в общем цикл сбит вот такой пушистенький я очень много варегатных с черными листьями у меня самый такой обычный который продается в магазинах вот огромный замиокулькас так сейчас я его сниму залезу наверх и сверху начну вам пока вести обзор так собственно говоря этот желтенький пифилум у меня здесь я его расчеренковал можно сказать по новой посадил здесь у меня тиланси вот такой вот гурьбой лежат лет раз в неделю я их замачиваю в ведре минут на 10-15-20 как получится вот такая вот гурьба я все собрал сюда вот на поддон с галькой положил и они у меня здесь вот наверху лежат так глаксини в этом году у меня вообще беда в жару много растений сварилась будут на бутонах ноги сварились кое-какие обрезал заново там что-то 5 3 цветочка вылезла но очень слабенько конечно же раз играла свою роль он там кстати еще что-то доцветает смотрите давайте посмотрим моя красивая по моему морскую коньок красавица так а поводу таберни монтаны у меня все спрашивали спрашивали как таберни монтаны у меня же был огромный пушистый куст тот курс все он как бы уже давно не вне дома то есть он отошел мир иной скажем тогда не получилось у меня его реабилитировать чтобы он пустил но у меня были черенки черенок был один и вот из него получилось вырастить но он не формируется как мне надо поэтому я буду его формировать обрез делать ему обрезочку вот до этих наверно стволов буду его обрезать ну а эти черенки пущу на размножение здесь у меня стоит клеродендрум кстати цвел просто шикарно показывал я в группе так на за название пожалуйста клеродендрум какой-то в общем но цветет очень красиво такой конечно просто зелененький как бы дал такой деревцем растет же я видел интернете фотографии там прям деревья реально деревья то есть ну как бы вот у у меня он тоже есть но я его буду естественно деревом не буду выращивать буду его сдерживать в росте так чуть-чуть приспущусь и у нас здесь тоже вот такой вот интересный паучок это кактус хальдивинтер называется их много разных разновидностей хальдивинтер какая конкретно у меня я вам не скажу у нее вот такие вот пушистые очень такие пушистые они мягкие на самом деле и он смотрите как размножается здесь у меня было пять растений из семян и смотрите сколько за лето выросла деток красота но сейчас пока зима нужно будет светить очень-очень ярко то они вытянутся будут страшные то есть я вот посвятил прямо под вам лампа лампа кстати про вам расскажу из строительного магазина 36 ватт две штуки тут одна и тут одна но для этой помощи как бы маловато но как есть так здесь у меня 2 тиланси висят одна вот на бревнышке другая у с ней видная вот такая вот огромная борода у меня здесь я ее бывает на ночь даже замачиваю воде ведро с водой беру и замачиваю вот покажу вам лесной кактус называется эпифилум гватемальский он у меня цвел вообще он цветет ромашками такими знаете невзрачными какие-то белые кремовые ночи чё попало мне не особо понравилось его цветение но вы посмотрите на это видите опять эти бутоны тут бутон вот здесь бутон где-то еще я видел тоже бутон и вот когда он у меня цвел он завязал два плодика вот он один плодик и ой второй уже даже высох второй уже все второй уже высох но в общем прошлом году я сорвал такой плодик разрезал его а внутри уже семечки проросли но я ничего сажать конечно не стал потому что ну зачем мне у меня как бы есть так дивинтеры посмотрели этот эпифилум посмотрели помните как цвела у меня амброзия да у меня цвела амброзия и еще один название и я их опылил и сделал перекрестное опыление и у меня теперь на амброзии сортовой эпифилум ролик в конце я оставлю ссылку как цвели у меня эти эпифилумы оставлю обязательно посмотрите если интересно смотрите зреет коробочка то есть цвести будут это уже будут совершенно разные сеянцы и цвести они могут совершенно по-разному все то есть кто-то возьмет больше от мамы кто-то от папы ну в общем это очень интересно обязательно буду сажать вконтакте тоже может быть размещу кому будет интересно в общем заходите это тоже лесной кактус называется царица ночи которая называется как же она называется селенициреус как-то в общем как то так она называется это та самая царица ночи который цветет который так называют да и цветет она ночью огромными цветами но у меня она не цвела очень такой пушистый куст я могу его даже сдерживать в росте даже он очень очень колючий и сложно как-то его и вот эти ветви направлять то есть давать им куда-то расти в общем по эпифилумам растут вроде бы более-менее хорошо но вот с одним у меня тут беда приключилась что-то вот пошло не так я видимо его все-таки залил водой и он у меня низ корневище подгнил что я сделал я просто сделала свежие срезы посушил их несколько дней и посадил заново свежий новый грунт сейчас вот он у меня укореняется нужно будет ставить на полочку повыше в аксине отсюда уйдут вот этот товарищ пойдет под вам чтобы роз и тут у меня посмотрите помните у меня зимой окно стояла на микро проветривание сильные морозы и многие кактусы у меня замерзли лесные вот за сезон за лето все вот эти пенечки видите они обросли все то что я обрезал все выросло восстановилась то есть ну вообще супер я рад безумно что ну в общем все сорта я сохранил здесь у меня вот такая вот монстера у нее должны быть огромные листья но у меня почему-то они не огромные и она у меня стояла под искусственным освещением я ее поставил сюда и вообще она какая-то вон вся хлорозная что-то у меня не получается дружбы с монстерами горшок большой грунта много не знаю посмотрим еще понаблюдаем как себя будет дальше вести так и вот такой вот коломандинчик по моему называется у каждый год цветет каждый год плодоносит и растет в одном и том же маленьком керамическом старом горшочке еще наверное советских годов выпуска такие смотрите сколько их много они кислые такие невозможно созревают зиму их можно вроде как есть целиком мне нравятся такие прикольные смотрите много как было еще больше в этом как-то мало хотят свел активно но видимо насколько сил хватило столько столько и завязал плодик ну в общем смотрите что у меня придется каким-то образом отсаживать либо оставлю его пока здесь до следующей весны наверное все таки его оставлю здесь и что я еще хочу сделать мне очень понравилось то что вот у меня зимой когда микро проветривание было вот эта щель я хочу натянуть здесь на зиму пленку и оставить такую же щель свет будет проходить этим растением в принципе в окном не любоваться соседним домом я не вижу никакого смысла деревья будут высыпать там дорога ну и дом соседский да ну чё попало окражу все это пленкой оставлю здесь все лесные как ну и с кухни наверно тоже сюда перенесу пусть зимой в такой прохладе такую вот сделаем теплицу вот такие дела все собственно говоря вот у меня и все форари пожалуйста смотрите запотел вчера полил меня спрашивали как я поливаю а также вот сверху открываю вот эту вот крышку она у меня никак не пристегнута просто вырезана на ней прикреплена лампа открываю сверху и поливаю все никаких шлангов у меня здесь нету авто полива или чего-то такого подобного все вручную делается поливается удобряется опрыскивается вручную все всем спасибо за просмотр и пока пока